Считается, что в обычной легковушке от 90 до 150 лошадиных сил, а в мотоцикле от 6 до 160. Управляя такими мощными транспортными средствами, водители обязаны не только соблюдать правила дорожного движения, но и владеть знаниями о средствах защиты. Я хочу просто вам еще раз напомнить о правилах безопасного поведения на дороге. Держим такую листовочку, напоминаю. Подростки жилого комплекса МАИ отлично знают, как обезопасить себя при катании на самокате и велосипеде. Применяют, правда, навыки на деле не очень охотно. У нас всегда летняя пора. Люди отдыхают, а для нас это жаркая пора, потому что большое количество у нас и взрослых, и детей выезжают на дорогу на двухколесном транспорте. И некоторые пренебрегают и скоростью, некоторые пренебрегают средствами безопасности. Еще интереснее обстоят дела с пешеходами. Искать зебру не у каждого находится время, да и желание. Риской оказаться под колесами автомобиля, стремятся скорее добраться до дома. Рост травматизма уже зашкаливает. Где вы каждый день приходите? Там, дальше. Там, дальше. А зачем вы здесь приходите дорогу? Долго будет жарко очень. Да, жарко. Документы есть у вас? Да, есть. Давайте посмотрим. Сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому округу, мото-патруль, 7-го спецбатальона 2-го полка «Южный» и представители инспекции по делам несовершеннолетних своим совместным рейдам особое внимание уделяли двухколесному виду транспорта, на котором очень часто передвигаются подростки. Ответственность родителей следить за своими детьми, обеспечивать их безопасность. Если купили самокат, электросамокат ребенку, всегда нужно думать, не забывать о защите. Это шлем на локотнике, на рукавнике и объяснять правила дорожного движения и вообще поведение в принципе своему несовершеннолетнему ребенку. Александр Бурыкин за рулем мотоцикла уже 4 года. Говорит, что на железном коне удобно передвигаться. Помогает вовремя добраться к месту назначения. Когда вы выезжаете на проезжую часть, какие средства защиты вы применяете? Куртка, шлем, мотоперчатка обязательно. В данный момент куртку оставил, потому что я его за домом выехал. А так, да, обязательно. Сколько бы лошадиных сил не было в средстве передвижения, важно, чтобы управлял им грамотный и ответственный водитель, который бережно относится к собственной безопасности и здоровью окружающих. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.